Нет убитым дорогам. В Краснодаре завершили программу по агломерации. Об этом стало известно на совещании, которое сегодня провел глава города Евгений Первышев. В целом уже отремонтировали более 70 километров проезжей части, а это 46 поврежденных и напряженных дорог города. На ремонт региональные, федеральные и городские власти выделили более полутора миллиардов рублей. При этом в ходе реализации в первую очередь за счет тщательного контроля выполненных работ удалось сэкономить 230 миллионов. Евгений Первышев отметил качественную работу подрядчиков и специалистов. На этом дорожный ремонт не заканчивается. Сейчас продолжаются самые сложные работы, капремонт нескольких важных городских магистралей. На улице Новороссийской завершены работы по инженерным сетям, а от улицы Северной до Шевченко начали укладывать асфальт. По улице Новороссийской погода, не погода, к концу года она должна быть завершена. Вот есть погодные условия, значит три смены работаете. Нет погодных условий. Значит, находите непосредственно те погодные окна, которые позволят опустить движение автотранспорта в этом году. Никаких переносов по улице Новороссийской даже в голове не держите и не мечтайте. И подрядчик об этом прекрасно все давно знает. Мы уже неоднократно на эту тему разговариваем. Времени осталось очень мало. На аппаратном совещании также обсудили муниципальную программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Она рассчитана на пять лет. В Краснодаре 79 домов подлежат сносу. В общей сложности необходимо расселить более 900 человек. Эту проблему будут решать за счет квартир муниципальной собственности. До конца года завершится расселение 28 домов. Таким образом новоселье справит 73 человека. И к началу 2018 аварийный фонд Краснодара сократится до 51 дома. Чтобы расселить из ветхого жилья всех нуждающихся краснодарцев понадобится около миллиарда рублей. Внимательным образом надо отслеживать все возможные источники финансирования. Потому что, конечно, для муниципального образования, для нашего бюджета, миллиарда, это достаточно тяжелая и неподъемная, можно говорить, цифра, которая сегодня существует. Но, тем не менее, в рамках 131 федерального закона, это прямая обязанность органов местного самоуправления. Поэтому надо изыскивать источники, внимательно и базово анализировать возможности, которые сегодня у нас существуют, и бюджетные, и внебюджетные источники, привлекать компании строительные к участию в выполнении этой задачи. За последние 11 лет в Краснодаре признаны аварийными и подлежащими сносу 390 домов. 311 из них уже расселены.